Воскресение Иисуса Христа Воскресение Иисуса Христа – это мое воскресение, и Он является первым плодом в воскресение. Если мы посмотрим к Кремлянам 4 глава 25 стих, написано, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Иисус Христос, Он умер на кресте и заплатил цену за наш грех. А воскрес для того, чтобы засвидетельствовать, что Он просил уже наш грех, чтобы сказать, что «вот посмотрите на мои руки, посмотрите на ребра, я умер за ваш грех». Вы уже получили прощение грехов. Для того, чтобы об этом свидетельствовать и доказать, Он воскрес. Сегодня люди служат Слово, однако, не все принимают Слово Господа Бога. Ни одной душой принимаем и реагируем на Слово Господа Бога. И о чем мы должны сегодня подумать? Тогда какие же люди веруют в воскресение Иисуса Христа? Какие же люди не веруют в воскресение Иисуса Христа? Об этом мы должны подумать. Да, это вера, о которой мы говорим. Эта вера не просто так образовывается. Я с детства хотел в церковь, однако, я всегда говорил, что я грешник, поэтому я просил, чтобы Бог простил мои грехи. Знаете, мы с друзьями собираемся, едим, и потом мы ходили воровать фрукты. И потом я прихожу в церковь и прошу, чтобы Бог простил мои грехи. Однако, когда я смотрю на себя, поскольку я согрешил, поскольку грех находится в моем сердце, поэтому, да, я знаю, что Иисус Христос умер на кресте, однако, что сказать, что мои грехи прощены? Нет. У меня ведь много греха. И поэтому я не мог не говорить, что я праведник. Но интересно, Господь Бог, Он начал работать в моем сердце. Что удивительно, Иисус Христос, Он воскрес. Ученики видели Иисуса Христа? Есть те, которые не видели, но ученики ведь говорят, что Иисус Христос воскрес. Да, но кто-то говорит, что если я не потрогаю, я не поверю. Есть такие ученики. Люди отличаются друг от друга. Знаете, Я, хотя с детства ходил в церковь, но когда мне было 19 лет, я ясно понял, что мои грехи прощены. И до того момента моя жизнь, и жизнь после того, как я поверил в Иисуса Христа, и как Иисус Христос вошел в мое сердце, именно моя жизнь до спасения и после невозможно сравнить. Даже когда я смотрю на себя, я сильно был изменен. Наш Господь, Он возлюбил меня, и Он начал ввести мои мысли. Я думал, что да, я, конечно, согрешил, но я неплохой человек. Однако, Господь Бог показал, что моя жизнь, она неправедная, и начал разрушать мою жизнь. Особенно в те годы многие люди жили без работы в деревне, и поэтому даже трудно было найти монету. Как бы мы ни старались, было очень тяжело. И у меня не было ничего, чем я мог бы заниматься. Поэтому я пошел в инженеры-прапорщики, потому что я увидел рекламу в газете, что набирают инженеров. Знаете, туда набирают не каких-то особых людей. Это, понимаете, не школа для офицеров. Это просто инженер. Однако, я даже не мог представить, что я не смогу пройти в инженеры-прапорщики. Знаете, у меня не было каких-то физических недостатков, поэтому я думал, что все будет нормально. Но у меня передний суп чуть-чуть был сломан. И то чуть-чуть, понимаете, его незаметно даже. Я даже не мог представить, что из-за этого меня не возьмут. Знаете, там, зрение, слух, все-все-все прошли. Но я не смог пройти стоматологию. Военный врач, он начал расписываться мои карточки. Конечно, я не знаю, что он пишет точно, но я увидел, что то, что он мне написал, отличается от того, что он написал другим ребятам. Я сказал, ребята, покажите карточку. И они показали. Я вижу, что их надпись отличается от моего. Я сказал, можете открыть рот? Они показали мне зубы. Я вижу, что зубы у них хорошие. Я понял, что, а, меня не взяли. И тогда я пошел к офицеру. И я говорю, пожалуйста, у меня есть какая-то просьба. Вы бы не могли бы мне дать разрешение служить, потому что у меня сейчас есть некоторая трудность. Я хочу обязательно стать инженером-прапорщиком. Тогда он мне говорит, зачем? Все равно тебя скоро возьмут. Так что потерпи. Я сказал, ну, я сейчас в такой ситуации нахожусь. Я просил его. Однако он говорит мне, Знаете, даже если мне придется уволиться, ладно, если бы у вас этот зуб был бы незаметен, а так у вас же передний зуб, слома, как я могу вам дать разрешение? Я ничего не мог ему сказать. Я вышел. Потом, когда я вышел, я начал размышлять. Почему же у меня нет ничего, что было бы и нормальным? До того дня я старался жить хорошо. Я хотел всячески как-то трудиться, чтобы получилось. Если, например, у меня было пять планов, вроде бы вначале получается, потом не получается. Почему же так? Я думал, что это со мной? Происходит, что у меня ничего не получается. И я очень сильно отчаивался. Я думал, что... Но я ведь не такой плохой человек. Я думал, что если я буду стараться, у меня все получится. Однако все, что я делал, начало разрушаться. Я понял, что я действительно инвалид. Что у меня не получается. И так мое сердце начало развиваться. С того дня мне было страшно хоть что-либо делать. Вечером мы с друзьями собираемся и воруем грушу, воруем яблоки. Да? Занимался таким нехорошим делом. Но поскольку я хожу в церковь, я прихожу в церковь и прошу Господа Бога, чтобы Бог простил мои грехи, я молюсь перед Богом. И потом прошу Господь Бог сделал, чтобы я не пошел сегодня к моим друзьям. Потому что там я снова буду воровать. Но я открываю рот и я снова начинаю обманывать. Я прошу Его, я прошу Его, чтобы Бог не вел, но у меня не получалось остановиться. Я думал, что я должен погибнуть, что я должен попасть в ад. Если посмотреть откровение в 21 главе, написано «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой». Это смерть вторая. Здесь написано, что всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой. Я думал, что меня бросят в этот огонь. Я каждый день просил Господа Бога, чтобы Бог простил мой грех. И в 61 году души я молился перед Господом Богом. И я остался в зале, где никого не было, и просил, чтобы Бог простил мой грех. Я признавался перед Богом в моих грехах и умолял Его о прощении. И когда я сказал «Аминь» и начал вставать, тогда то, что у меня никогда не было, начало образовываться в моем сердце. я поверил, что мои грехи уже прощены. Я даже не знаю, как это, но я понял, что мои грехи прощены. Кровью Иисуса Христа мои грехи прощены. Я поверил в эту истину. И после этого какое было изменение. Я начал читать Библию. Вечером мы с друзьями собираемся и мы должны вроде бы гулять. До того момента, как бы я ни старался не пойти к моим друзьям, у меня не получалось остановиться. Но теперь же я не ходил к друзьям. Я читал Библию. Потом с друзьями встречаюсь и друзья у меня спрашиваю. Ух, су, где ты был? Что-то может случилось? Я говорю, нет. Самое интересное, что пока я читал Библию, у меня начала появляться уверенность, что мои грехи прощены. Мы, люди, отличаемся друг от друга. У нас у каждого свое сердце. Если мы посмотрим книгу Эсфирь была царица Астинь. Царь Артаксерц послал семих служителей своих и позвал ее для того, чтобы она стала перед людьми, но она не пришла по приказу царя. И тогда Астинь была лишена должности царской. А Эсфирь же, она чувствовала большое бремя пойти к царю, но по слову Мадахея, она пошла к царю и спасла Иудеев. Она смогла совершить удивительное дело. Жизнь Иисуса Христа. Он родился на земле, жил 33 года и следил многих больных, бесноватых, и потом умер на кресте и воскрес. Вот, это все, что Он сделал на земле. Однако, искупление, которое Иисус Христос сделал, Он совершает искупление наше. Мы же, поскольку Иисус Христос умер на кресте, мы знаем об этом, мы должны веровать в это. У каждого человека свое сердце, поэтому он отличается от других. Да, Иисус Христос, Он воскрес. Мы знаем вроде бы об этом, но есть люди, которые не могут в это поверить. И напротив, есть люди, которые, услышав о том, что Иисус Христос умер на кресте и воскрес, услышав, поверили. Есть те, которые вроде бы услышали, но не поверили. Библия очень ясно нам рассказывает об этом. если посмотреть 4 царств, 4 главу, при жизни пророка Елисея, однажды в школе, да, в которой проводил пророк Елисей, пришел один молодой человек вместе с супругой, с детьми. Они пришли и начали учиться у пророка духовной жизни. Муж же всем сердцем верит в Господа Бога, уповает на Господа Бога, бежит вперед. Однако супруга же, поскольку муж пришел учиться, она тоже пришла, но она не могла поверить в дяне Господа Бога. Ну, если я буду молиться, тогда что-то изменится. Где Бог вообще? Ее муж всем сердцем верит. Она же, да, она старается поверить, старается быть такой, как муж, однако в ее сердце же не появляется вера. Она прилагает усилия, однако вера же не появлялась в ней. Проходило время, ее муж неизвестно по какой причине, но он вдруг умер. Она же была вместе с двумя сыновьями с мужем, но не могла поверить в то, что Господь Бог может действовать. И однажды она решила уйти из того места. Она сказала окружающим, вы, пожалуйста, простите меня. Да, если бы у меня была такая вера, как у моего мужа, я тоже хотел бы хорошо научиться этой духовной жизни, однако же, как бы я ни старалась, у меня не появляется вера. И окружающие тут же понимают ее. Да, мы видели, что она хотела верить, но у нее не получилось. Ну, что поделаешь? Ой, вы так трудились, находясь здесь. Да, мы не будем вас сдерживать, идите. Эта женщина, она думала, что если я пойду с сыновьями, разве я не смогу их воспитать? Конечно, смогу, ведь я тоже знаю, как жить в этом мире, я буду хорошо воспитывать своих детей, мои дети женятся, и они будут счастливы. Знаете, многие люди говорили, знаете, ваши сыновья, они похожи на отца, и поэтому хорошо воспитайте, и пускай они живут ради Господа Бога. Она же вышла из этой школы, потом прошло несколько лет, неизвестно, но однажды она с детьми снова пришла к пророку. Люди, увидев ее, говорили, ой, здравствуйте, мы рады вас видеть, как ваши дела? Люди собрались вокруг нее, она же начинает говорить, знаете, я думала, что я смогу зарабатывать хорошо деньги, если буду заниматься бизнесом, я думала, что, ну, разве я не смогу воспитать своих же детей? Однако, оказавшись в миру, оказалось не так просто все. Я взял деньги в кредит для того, чтобы начать свое дело, но я не смогла закрыть свои долги, поэтому у меня множество долгов. Сейчас моих двух сыновей, взаимодатели, хотят забрать и продать вратство. Если мои дети будут проданы вратство, чем я смогу жить в этом мире? Я много-много размышляла. Когда я уходила от вас, я думала, что чем бы я ни занимался, я смогу лучше делать, чем просто молиться и просить у Иисуса Христа. Но теперь я поняла, попробовав, я поняла, что у меня остается только долг. Теперь да, моих детей хотят забрать вратство, а у меня нет другого способа, чтобы их защитить. Моим способом не получается. Если я не получу милость Господа Бога, у меня не получится, поэтому прошу вашей милости. Знаете, люди, услышав ее историю, пришел вечером пророк, и она встала перед пророком и говорит, человек Божий, знаете, я потерпела провал. Каким бы способом я не пыталась защитить моих сыновей, я не смогу защитить их. Теперь у меня нет мужа, а еще сыновей хотят забрать в рабство. Лучше меня бы взяли бы. Но из-за того, что я уже в возрасте, и поэтому меня не хотят брать. Теперь кроме Господа Бога у меня нет другого способа. Пожалуйста, помогите мне. Пророк Лисей открывает уста и начинает говорить. у женщины это есть вера в Господа Бога. Раньше вы считали, что ваш способ лучше, чем способ Божий, и поэтому вы следовали по своему способу. Сейчас же, поскольку моим способом нельзя, вы пришли к Богу. И это есть вера. Уповайте на Господа Бога. Веруйте в Господа Бога. Бог будет действовать. Пророк Лисей, он знал. Почему же Господь Бог забрал ее мужа? Почему же Господь Бог забрал? Потому что не мог Бог поменять ее сердце. И он сделал, чтобы она оказалась в такой ситуации, что ее сыновей хотят забрать в родство. Она, которая верила в свой способ, своим путям, поняла, что насколько она беспомощная, насколько она слабая, немощная. Бог хотел показать ей это. И теперь, знаете, я не просто так поверил в Иисуса Христа. Я поверил в Иисуса не потому, что мне хотелось. Я поверил в Иисуса не своими стараниями. Я хотел жить искренней жизнью. Я хотел простить как-то свои грехи. Всячески трудился. Однако, все, что я делал, я думал, что я неплохой человек. Я думал, что я не глупый человек. Я думал, что я умный человек. Однако, это все было напрасным. Теперь у меня нет надежды, только Иисус Христос, Он один является моей надеждой. Знаете, вроде бы одинаковые ученики Иисуса Христа, хотя мы одинаковые люди, однако, если мы верим в себя, если уповаем на себя таким людям, верить в Господа Бога это очень сложно. Поэтому Господь Бог порой делает, чтобы наша жизнь разрушилась, потерпела провал. Для того, чтобы даровать нам вечную жизнь, Господь Бог допускает нашей жизни трудности, тяжести и страдания. Знаете, почему мне было легко вести духовную жизнь? До того, как я получил спасение в 19 лет, у меня ничего не получалось. как бы я ни старался, у меня не получалось. Я думал, что может, потому что у меня есть какие-то недостатки, я думал, почему же у меня не получается? Мне было любопытно, почему же так происходит? Вроде бы те люди, которые хуже, чем я, пробуют, у них получается, а почему же у меня не получается? Я не понимал. Почему когда я делаю, не получается? так Бог ввел меня. Для чего? Для того, чтобы даровать мне удивительное спасение, чтобы мы могли уповать только на Бога. Я жил в своей мысли, потому что я считал, что я лучше, чем Бог. Я не верил в Господа Бога. Однако Господь Бог, Он показал, что все мои мысли неправильны. От одного до до последнего все мои мысли были неправильными. И когда я это осознал, я понял, что если я буду надеяться на себя, то я потерплю провал. Я смог понять это истиннее. Да, история о блудном сыне тоже очень схожая история. Жена сына пророческого она не могла поверить в Господа Бога. Она думала, зачем молиться? Я даже должна зарабатывать деньги. Так я смогу жить хорошо. Зачем верить в Бога? Она была уверена в своих силах. С одной стороны, она хотела тоже поверить в Господа Бога, как и муж. Старалась. Однако, мой способ оказался неверным. Она не могла поверить в Господа Бога. к сожалению, Господь Бог восклибил ее и ее детей. И поэтому сделал, что ее муж умер. Она печалилась, она грустила. Но она думала, неужели я не смогу воспитать своих детей? Конечно, я смогу. Я смогу их сделать хорошими мужчинами. я буду жить счастливо. Она думала, разве я не смогу воспитать своих детей? Конечно, смогу. Я думаю, что она, наверное, была талантливой. И она предсчитала, что чем верить и молиться, просить Господа Бога, лучше я буду трудиться, и тогда Бог даст. Лучше если я буду хорошо сама воспитывать своих детей. И она была уверена, что сможет хорошо воспитать. И она ушла от Церкви Божию и начала идти по своей дороге. Иисус Христос умер на кресте изо всех нас и воскрес. Однако мы не увидели своими глазами, но мы ведь через слово много раз услышали. Иисус сам говорил о том, что Он умрет и воскреснет. И по обещанию Иисус Христос воскрес. И тот Иисус, Который воскрес, до сих пор живет, и Он действует в наших сердцах. Когда мы об этом думаем, у нас есть огромная благодарность, что мы не можем описать словами все. Иисус все. В 2020 году мы начали проводить форум христианских лидеров в 2017 году в Нью-Йорке. Тогда мы посетили многие церкви в Нью-Йорке и сказали, что мы проводим форум христианских лидеров. Пожалуйста, приходите и участвуйте. Мы пригласили служителей, которые служат в Нью-Йорке. пришло 700 человек. И знаете, среди них наших служителей было только 50. И на протяжении недели мы проводили мероприятие целую неделю. Я передавал как крови и Соса Христа наш грех был прощен. Знаете, многие служители, слушая Слово, они были удивлены. о чем мы хотим сказать? В Корее некоторые люди говорят, что я еритик. Я спрашиваю, почему вы так меня называете? Они говорят, потому что вы говорите, что вы получили прощение грехов. Я спрашиваю, а почему, что здесь плохого? Они говорят, но если мы грешим, мы же грешники, как вы можете сказать, что у вас нет греха? Некоторые люди говорят мне так. Да, Иисус Христос, конечно, очистил грех, это правда, однако, но мы же ведь грешим, поэтому мы грешники. Человек, который говорит, что да, он грешник, он говорит, что да, Иисус очистил грех, но мы же грешим, поэтому мы грешники. Тогда получается, что Иисус Христос не очистил грех, который мы будем грешить. Знаете, когда я получил прощение грехов, знаете, что было? Я начал учиться Библии, и я понял, что то, что я знал о Библии, оказывается, было неправильным. И с того момента я, начиная от бытия до откровения, очень внимательно начал перечитывать Библию. Но оказалось, есть очень многое то, что отличается от того, что я знал. Например, самая простая вещь, я однажды поехал в Гану и участвовал в молодежном лагере, и пришла жена президента в наше мероприятие и поздравила нас. Затем, знаете, после мероприятия, обычно, да, она выступает, где-то говорит, 10-15 минут, да, и она послушала мое слово, выступление хора Грачес тоже посмотрела, и все мероприятия закончились. После мероприятия моя жена президента она не уходит. Потом оказалось, она хотела кое о чем мне сказать, поэтому она пришла в наше мероприятие. В тот день я вышел в аэропорту, я только переоделся и прибежал, поэтому я очень многое должен был делать. Но мы начали беседовать с женой президента. Жена президента говорит пастор, знаете, господин президент сейчас находится в очень плохом состоянии, и было бы хорошо, если бы пастор вы помолились бы за него. Я сказал, конечно, хорошо, я помолюсь. Она спросила, а президента нужно сюда приехать? Я сказал, нет, конечно, я приеду к нему. Завтра в девять я отправлю машину. Я сказал, хорошо, сестра ЧМИ и Пахченен, которые пойдут в хор Грачес, я сказал, чтобы они приготовили выступление на следующий день. Приехала полицейская машина, и три машины вместе с ними. И жена президента сама лично приехала за мной. И две сестры, они сели вместе с супругой президента, я и пастор, как переводчик, и миссиния, который служит в Гане, мы сели во вторую машину и поехали. Затем мы встретились с президентом, который очень находился в плохом состоянии и со здоровьем. Он со всеми поздоровался, затем он открыл уста. Он говорит, знаете, врач меня, конечно, лечит, но лечение продолжается, но мне кажется, что я не поправляюсь, а только ухудшается мое состояние. И точно я, наверное, не смогу выжить. Знаете, по-моему, сам президент не спрашивал у врача, но ему показалось, что он точно в плохом состоянии. И он говорит, я с детства хожу в церковь, я известен как очень хороший президент с хорошей верой. Однако, когда я думаю о смерти, у меня есть страх. И он начал говорить. Он говорит, знаете, хотя я президент, однако, я тоже человек, поэтому я грешил моей жизнью. Однако, я не получил прощения за моих грехи. Если я умру за грехом, я попаду ведь в ад. И мне очень страшно. Знаете, перед Господом Богом я в тот момент начал молиться, Господь Бог, спасибо тебе за то, что дал возможность передавать Евангелие президенту. Пожалуйста, помоги, чтобы я мог рассказать этой Евангелией. И знаете, я начал говорить. Господин президент, уважаемый господин президент, откуда вы знаете, что вы грешник? Господин президент сказал мне, ну, знаете, хотя он был президентом, но он был очень честным, открыл свое сердце и рассказывал, что было у него на сердце. У него было чистое сердце. И он рассказывал прямо то, что у него было на сердце. Он говорит, ну как, я ведь грешу, поэтому разве я не грешник? Я сказал, господин президент, это не так. господин президент, в какой стране, скажите, человек, который совершил преступление, сам приговаривает наказание себе? Нет такой страны. Грех приговаривает, наказание за грех приговаривает судья. Это ведь то же самое в Гане. Он сказал, это правда. Господин президент, он был ровесником со мной. господин Джонт Атта Мильс. Знаете, я в моей жизни многим людям рассказывал о прощении грехов. Однако он дрожавшим сердцем, искренним сердцем, он простил милости Господа Бога. Мы не мы должны говорить какое наказание нас ждет. А Господь Бог должен сказать. Поэтому я сказал президенту, господин президент, вы когда не видели приговор Господа Бога по поводу вашего греха? Он говорит, нет, я не видел. А где такой приговор есть? Я сказал, в Библии есть. господин президент, хотите увидеть? Знаете, господин президент так сильно удивился и говорит, да, я хочу тоже увидеть, сказал эти слова. Я открыл Крим или нам 3 главу 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Здесь написано, что мы согрешили. Это уже первая часть приговора. Затем я сказал, посмотрите внимательно Библию. Господин президент тоже прочитал это слово. И затем нужно прочитать следующий стих. Большинство людей очень хорошо знают 23 стих, но не так многие люди знают 24 стих. Но нам нужен не 23 стих, а нам нужен 24 стих. Да, нужно верить в 23 стих, но также обязательно нужно верить в 24 стих. Я однажды это слово показывал одному юристу, и он прочитал это слово, так удивляется. И говорит, пастор, знаете, это слово написано в форме приговора судебного. И тогда я понял, что, а, это оказывается приговор судебный. И когда судья судит, что говорит? Да, обвиняемый такой-то совершил преступление, поэтому достоин серьезного наказания. Однако, связи с такими-то, с такими-то, с такими-то условиями приговаривает о лишении свободы на 10 лет. Знаете, я однажды был в Суонской тюрьме, я разговаривал с одним заключенным. Он совершил убийство и судья, да, прокурор предварил его к лишении свободы на всю жизнь, но судья говорит, да, он совершил преступление и он достоин получить серьезное наказание. Однако, связи с тем, что они были незнакомы и что это было совершенно не нарушено, поэтому, учитывая также то, что он признается своему соделанным, поэтому лишаем его свободы на 10 лет. И, знаете, этот преступник, он запомнил свой приговор. Как говорится, да, в Библии тоже написано, все согрешили и поэтому лишены славы Божьей. Однако, получая оправдание дара по благодати его искуплением во Христе Иисусе, то есть, через то, что Иисус Христос умер за нас, благодаря этому мы по благодати Божьей дара получили оправдание. Это есть приговор Господа Бога по отношению вашего греха, господин президент. Как вы сказали, да, вы тоже человек, поэтому вы совершили грех. Да, и вы лишены славы Божьей. Однако же, наш Господь Бог, Он весь ваш грех очистил на кресте и Он искупил вас. Поэтому, вы ничего хотя не сделали, но вы даром получили оправдание. И Господь Бог говорит, что вы оправданы. Он дает вам такой приговор. Знаете, хотя господин президент себя нехорошо чувствовал из-за болезни, но сидя в кресле, он был так тронут и говорит, почему же я до этого не знал такое слово? Я сказал, господин президент, теперь вы крови Иисуса Христа, а мы-то верите ли в это? Он сказал, да, пастор, я тоже верую в это. Знаете, я многим президентам передаю это Евангелие. Многие высокопоставленные и невысокопоставленные люди, поверив в это слово, я за свою жизнь уже встречался с тридцатью двумя президентами. С некоторыми я встречался семь-восемь раз. И с теми, с которыми я только один раз встречался. Но почему же Бог допускает, чтобы я встречался с президентами, для того, чтобы я передавал им это Евангелие. Самое главное, президент Паргуая, Фернандо Луго, он получил прощение грехов. Знаете, когда он получил спасение, он со слезами взял мою правую руку и так благодарил Господа Бога и даже не знал, как, да, нужно быть, сидеть. Сорок минут мы общались, я вышел из его кабинета. Когда я вышел, то у меня журналисты взяли интервью и потом, когда мы начали возвращаться, через 10 минут секретарь позвонил и говорит, что сегодня в вашем мероприятии будет участвовать господин президент. Потом, спустя 10 минут снова позвонил господин секретарь и говорит, все министры будут участвовать в этом мероприятии. В тот день пришел президент и он сел рядом со мной и мы вместе участвовал в церемонии открытия лагеря и он передал нам драгоценное слово. И знаете, с того дня каждый год, когда я еду в Парагвай, господин президент встречается со мной и он тоже несколько раз приезжал в Корею, чтобы встретиться со мной и даже в этом году я встречался с ним и я провел очень счастливое и очень хорошее время. Господь Бог Он мне дает эту возможность. Многие люди обмануты дьяволом и поэтому, хотя Иисус Христос совершенным образом совершил свое дело на кресте, Он умер на кресте и воскрес. И когда Он воскрес, Он воскрес для того, чтобы свидетельствовать о том, что наш грех прощен. Если мы посмотрим к Кремле, нам 4 главу 25 стих, Вы, пожалуйста, посмотрите 4 глава 25 стих к посланию к Римлянам написано, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Наш значение воскресения Иисуса Христа в том, что Он умер на кресте и Он простил наш грех и когда Он воскрес, мы получили оправдание. Для того, чтобы свидетельствовать об этом, Он воскрес. Иисус говорит, «Вот, посмотрите на мои руки, посмотрите на мои ребра. Это тот грех, который вы совершили. Я заплатил цену и это доказательство. Посмотрите». Поэтому мы, которые веруют в крест Иисуса Христа, те, которые веруют в Иисуса Христа, знаете, во что должны веровать? В том, что на кресте мой грех, а мы белее снега. Мы веруем в эту истину. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос, когда умер на кресте, Он сказал, что ли, «Ой, так тяжело, поэтому я только половину прощу, а половину сам прощу». Разве Он так сказал? Нет, конечно. Ой, я старался, трудился, но в конце концов я пару грехов не смог очистить. Иисус не сказал нам так. Наш Иисус, Он очистил весь наш грех. И это Он, для того, чтобы засвидетельствовать об этом нам, Он был предан за грехи наши и говорит, «Посмотри на мои руки, посмотри на ребра, посмотри на мои раны». «И таким образом я получил наказание, я пролил кровь, и так я был распят на кресте и очистил твой грех белее снега». для того, чтобы об этом свидетельствовать, Он нам сегодня говорит. Господин президент Ганы, услышав это слово, знаете, Он так благодарил, радовался и славил Бога. В конце Он сказал, «Я теперь тоже получил прощение грехов. Я тоже свят. Я праведник». Так Он сказал. Затем господин президент Он сказал, «Я буду хранить это слово в моем сердце. Теперь я хочу немножко отдохнуть». И сказал жене своей, чтобы она позвала врача, а мы же вышли из его комнаты. После того, как мы ушли из резиденции президента, спустя 4 часа, жена президента нам позвонила и сказала спокойным голосом о том, что господин президент он вошел в святое место и сейчас он по зову Господа Бога он почил. Знаете, я был рядом с господином президентом в последний момент. Бог позволил мне передать это Евангелие, за что я был очень благодарен Богу. Знаете, параллельно также у нас проходил лагерь и поэтому многие представители СМИ пришли ко мне и я был тем, с которым президент встречался самым последним, поэтому многие представители СМИ приходили ко мне для того, чтобы взять интервью. Но чем то, что я давал интервью, то, что господин президент, который мучился из-за греха, получил прощение грехов, получил веру и то, что он получил радость, то, что он поверил, что Иисус Христос очистил наш грех и то, что он этим мог стать перед Господом Богом, за это я был благодарен. Порой я часто вспоминаю господина президента Джон от Мирси, я говорю про себя, чтобы господин президент, вы хорошо проводили там время, а я же скоро приду к вам и давайте мы встретимся и будем много общаться я жду того дня, когда я смогу сказать об этом господину президенту. Библия говорит, что мы грешники, все согрешили и лишены славы Божией, а также Библия нам говорит, что мы оправданы. Почему? Потому что мы не грешили. Нет, мы грешили, но и искупления во Христе Иисусе почему Иисус Христос умер на кресте? Для того, чтобы чуть-чуть очистить наш грех. Для этого он умер на кресте. Или он умер для того, чтобы оставить наш грех? Нет, он умер для того, чтобы у нас не было недостатка войти в Царство Небесное. Он сделал у нас белее снега. И для этого он был распят на кресте. Для этого Он умер на кресте. Сегодня многие христиане отрицают кровь Иисуса Христа. Говорят, что они грешники. Если Иисус Христос умер на кресте и пролил кровь, но если мы остались грешниками, тогда получается, что Иисус Христос зря пролил кровь свою на кресте. Наш любимый Господь Бог, Он умер на кресте. Если Он умер, не смог очистить наш грех, если мы так говорим, это мы насмехаемся Его смертью. Нет, дорогие братья и сестры, Иисус Христос не провалил Своё дело на кресте. Он совершенным образом, не оставив даже каплю греха, Он совершенным образом, чистейшим образом белестника, Он очистил наш грех и когда Господь Бог смотрит на нас, насколько мы чистые, что Он говорит, что вы оправданы. А мы получили оправдание. Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Дорогие братья и сестры, я свидетельствую этой Евангелии. Я говорю о том, что Иисус Христос не провалил Своё дело. Многие люди приходят в церковь и говорят, Господь Бог, прости мой грех. Но что это значит? Это значит, что Иисус Христос зря умер на кресте, что ли? Вы представляете, как этими словами мы топчем кресть Иисуса Христа? Я распространю этой Евангелии по всему миру. В 2017 году мы начали проводить форум христианских лидеров СЛФ в Нью-Йорке. Прошло три года с того дня и уже 240 тысяч служителей, они услышав этой Евангелии, получили огромную радость в своём сердце. До сих пор в Корее есть люди, которые говорят, что правильно, говорят, что мы грешники. Однако же в прошлом году 19 декабря в районе Йойдо собрались служители и я передавал полтора часа слова и все они были сильно впечатлены и они сказали, что хотят быть одним сердцем. Знаете, христиане по всему миру сейчас они хотят быть одной душою. Весь мир сейчас чтобы говорил, что кровь Иисуса Христа это не та кровь, которая не смогла очистить, а что этой крови достаточно для того, чтобы очистить весь наш грех. Что это настолько удивительный кровь. Особенно в день Пасхи я хотел говорить вам об этом. Мы говорим, что Его кровью мы получили прощение грехов. О дивный день, о дивный час, когда Господь простил мой грех. Да, когда Он простил весь наш грех. Иисус Христос, Он вошел в мое сердце. Он разрушил все мои мысли. Если были бы мои мысли, я бы не смог понимать Слово Господа Бога. Но Он возлюбил меня и сделал, чтобы я мог поверить в это Слово. До 19 лет все, что я делал, Бог сделал, чтобы у меня ничего не получилось. Я не сожалею, что у меня не получилось в те годы. Потому что тогда, если бы у меня все получилось, я бы не поверил в Господа Бога. Если я считаю, что я умный, тогда я бы упрямился бы. Но Иисус Христос разрушил мое и Он сделал, чтобы мое сердце было низким, скромным. И да, порой в нашей жизни бывают болезни, трудности, тяжести, но через это Бог отпускает наши сердца, чтобы мы поверили в крест Иисуса Христа и передавали этот драгоценный крест. Когда мы обнаружим ценность Христа, Господь Бог будет действовать в нас и будет благословлять нас, я могу об этом ясно говорить сегодня перед вами. В 2020 году мы, отмечая Пасху, почему же Иисус Христос воскрес? Для того, чтобы очистить весь наш грех. Чтобы сказать, что нет у вас больше греха, что вы чистые, что вы оправданы. Для того, чтобы сказать об этом, Он воскрес. И Иисус Христос, который воскрес, говорит каждому из вас, не говори, что ты грешник. Я очистил твой грех, навсегда очистил твой грех, я сделал тебя чистым. Вы оправданы, вы святы, вы праведны. Так говорит нам Иисус Христос. Теперь все мы давайте будем веровать в такого Иисуса Христа. Многие, кто мучился из-за греха, получив прощение грехов, я желаю, чтобы каждый из вас стал единым с Иисусом Христом. И Сатан на нас искушает. Иисус Христос умер на кресте за нас. Но если мы говорим, что мы грешники, тогда это то же самое, что мы говорим, что Иисус провалил свое дело на кресте. Этими словами мы оскверняем крест Иисуса Христа. Все мы. Я желаю, чтобы свидетельствовали крест Иисуса Христа и его воскресенье. Иисус Христос не в шутку умер на кресте, а Он умер для того, чтобы очистить весь наш грех. И Он очистил наш грех. И Он оправдал нас. Я желаю, чтобы мы поверили в это. Давайте все мы будем об этом свидетельствовать. Я желаю, чтобы вы стали такими людьми. Тогда эта Пасха будет прекрасным и дорогим для каждого из нас. Да, конечно, каждый человек воспринимает Пасху по-разному. Жена сына пророческого, когда ее муж умер, она верила своим способом. Поэтому она ушла церковь, ушла из того места, где она находилась рядом с пророком. Но когда вернулась снова к пророку, она поняла, что у меня кроме Бога никого нет. потом пророк говорит. Эта женщина сейчас она может потерять своих сыновей, но у нее нет пути защитить детей. И пророк говорит. Да, когда вы уходили из этой церкви, вы верили в себя больше, чем в Бога, поэтому вы ушли. Но когда вернулись же, вы теперь верите в Бога больше, чем в себя, поэтому вы пришли. И это есть вера. Веруйте в Господа Бога. Господь Бог будет действовать. Скажите, что есть в вашем доме? Ничего нет, есть немножко масла. Пророк говорит, этого достаточно. Теперь вы пойдите с соседем и попростите у них пустые коробки, сосуды. Закройте дверь и наливайте масло. Знаете, она думает, а зачем? Может, она будет спрашивать у пророка, но теперь она не верит в свои мысли. И она собрала множество сосудов в маленькой комнате, большой комнате, везде она собрала. И теперь закрыла дверь и начинает наливать масло. Сын говорит, мама, мама, посмотри, масло течет и течет, уже один сосуд полон. Да, сынок? Раньше я была гордой, не верила в Господа Бога, но Господь Бог теперь отпускает мое сердце. Мама, посмотри, уже второй сосуд заполнен. Да, сынок? Твой отец верил в такого Бога. Я же до сих пор не верила в такого Бога. Мама, посмотри, уже последний сосуд. Да, сынок? Да, сынок? Впервые я пробую Диане Господа Бога. Мама, смотри, уже последний сосуд заполнился. И масло перестало течь. Эта женщина, она пришла к человеку Божьему, к пророку. Знаете, пророк радовался и говорит, продай это масло, закрой свои долги, а то, что останется, используйте для себя. Она хорошо воспитала своих двух сыновей и долго и счастливо она смогла жить. Я так считаю. То же самое это касается и нас. Давайте, чем наши мысли, поскольку Господь Бог намного впереди нас думает, поэтому неважно, как нам кажется, если Бог говорит, что наши грехи прощены, тогда они прощены. Если Бог говорит, что мы праведники, значит, мы праведные. И давайте, оставив наши мысли, мы поверим в Господа Бога. Тогда с того момента десятки тысяч благословений будут от Господа Бога. Я апостол как поверил в Господа Бога. Он позволил мне передавать Евангелие по всему миру. И в будущем я верю, что Евангелие Господа Бога будет распространяться по всему миру. в 2020 году мы отмечаем Пасху. Вы видели поздравительное видео от пастора Серуады из Уганды. В 2018 году я поехал в Уганду и в стадионе Мандела мы собрали сто тысяч человек и там я передавал слово. Недавно, когда я был в Уганде, пастор сказал, пастор Пак, приезжайте еще раз, но на один день это слишком мало, поэтому приезжайте на два дня. Два дня нужно проводить мероприятие, поэтому я сказал, хорошо, я приеду на два дня. Тогда он сказал, еще привезите с собой весь хор. Я сказал, обязательно. Знаете, многие служители по всему миру, услышав это Евангелие, радуются и они трудятся вместе. Мы все не надо быть сердцем пастора Ксупака, а нужно быть с одним сердцем с этим словом. Сегодня где-то два миллиона человек слушают проповеди через интернет. Я благодарен Господу Богу за то, что Бог так действует. Я желаю, чтобы Божья благодать была у каждого. И все, что у вас появляется, все ваши мысли вы оставляете. И через то, что Иисус Христос воскрес, через то, что Он оправдал нас, все согрешили и лишены славой Божией. Но искуплением во Христе Иисусе, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Так говорит нам Господь Бог. Другими словами, Бог говорит, что мы оправданы. Вы царь царей и всемогущий Бог говорит, что Он оправдал нас, значит, вы оправданы. Господь Бог, если говорит, что вы святые, значит, вы святы. Если Он говорит, что вы очищенные, значит, вы чистые. Так нам говорит Библия. Давайте все мы будем веровать в это слово Библии. Иисус Христос, который воскрес, когда Он воскрес, Он простил весь наш грех. Он сделал нас святыми. Иисус Христос, Он умер на кресте за нас и не будем верить в Иисуса, который не смог очистить наш грех. Давайте будем верить в Иисуса, который очистил наш грех Библия из снега. Я желаю, чтобы вы верили такого Иисуса Христа. И я желаю, чтобы благословение Господу Бога переполняло вас. Всю славу я возношу Господу Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok